здравствуйте меня зовут петр николаевич я мастер по ремонту бытовой и промышленной швейной техники компании линремонт не что вам сказать у нас обзор швейные машины бразер ps33 машина из лихих 90 вот как у нас появились бандиты и бумеры так сразу появилась это швейная машина то есть один из самых первых выпусков который появился в россии в странах снг после развала советского союза и само собой после чайки это все выглядит как самолет не все так просто сейчас я начну рассказывать что мне не так в этой швейной машине давайте как мы ее разберем так моим здесь еще раз повторяю что пользователям швейной техники снимать эту игольную пластину на швейной машине не реже чем раз полгода так перед тем как разборкой то есть давайте обратим внимание здесь так еще то есть когда держатель катушки в швейной машине лежачий по любой инструкции по эксплуатации швейной техники нитка должна выходить у вас снизу вот таким образом так вот вот у нас схема заправки и нитка у нас идет сюда первое что мне не нравится в этих машинах это вот это вот вот это щель мать это то есть это в древнем бразере бразер больше такой фигней не занимаясь но так как вот эти барнины барнеты astralux и то есть и вот это все подобное использует старые технологии бразера то есть это является в этих машинах проблемой в чем проблема если вот обратите внимание что вот вот очень часто то есть смотрите машины с 90-х годов то есть она ей практически не пользовались то есть она прекрасно выглядит прекрасно выглядит а когда вы более-менее активно счете нитка здесь пропиливает когда машина более-менее активно пользуется здесь возникают пропилы в этих пропилах ну вот можете обратить внимание вот он есть этот пропил от нитки видите вот это все это все нужно убирать потому что в этих пропилах нитка застарьет значит она сместил иголку иголка ударила ванных в игольную пластиночку разбила вам игольную пластиночку иголочка сломалась пластиночка повредилась и виновата в этом вот это пластиковая щель теперь давайте разбирать вот так вот делать не надо бразер то и слава богу то есть он этой фигней прекратил заниматься начал делать шейные машины без металлического корпуса до них мы еще дойдем так начинаем разбирать здесь мы не до конца разбираем так тут у нас смотрите бразер 75 ватт и 15 ватт что у нас ждет внутри машины сейчас мы все это узнаем с вами совпадет не совпадет или какие там чё там делить умножать или что надо делать чтобы там узнать на мощность двигателя так этот винтик да если джанам этом париться с этими клипсами то есть да то есть бразер никогда такими вещами не заморачивался бразер а вот саморезы саморезы по пластмассе вот такие саморезики то есть бразер очень их любят есть не надо там эти все клипсы все это ненадежнее любит бразер вообще саморезы и пластмасса то есть для бразератом медом не кормит саморезом пластмасски что-то присобачить снимаем вот эту штуку это отрываем снимаем на жули но как снимаем не совсем снимаем опа тут не хватает а тут лишние тут разбирал туристы беру вот это руки бы потро вы понимаете тут как вот прикольно то сделано вот есть у нас болтик есть резиночка а чтобы болтик резиночку сильно не сжимал есть у нас вот такая металлическая шайбочка видите какая забота резине идет а ту фигню пластмассовую сделать то есть это о людях мы не думаем зато резиночках беспокоимся так мы здесь так тут вот похоже с двигателем не до конца определились то есть они сами не знаю да то есть или 75 или 65 двигатель то есть но как вариант можно так можно так так давайте поставим ножички на место я вам покажу следующий нюанс этой швейной машины которые то есть из-за которой эти машины так как их было очень много их огромное количество людей покупала их огромное количество на вторичном рынке по количеству строчек да то есть замечательно то есть все что надо в этой машине есть 15 строчек вместе с петлей но этих 15 строчек хватит за головой то есть если трикотажная если есть оверлок и под потайная строчка то есть все есть но почему я не могу порекомендовать эту машиночку сейчас я последнюю ногу присобачиваю так все это у нас браза мы выклюпать или саморезы по пластмассе все мы просто тут или не просто подколупнули все у нас тут отваливается сразу ничего у нас не заедает никаких усилий то есть проблем чтобы снять нам корпус смотрите вот она проблема вот она проблема понимаете вот вот это вот расстояние ремень стоит простой то есть да как как на старых двигателях то есть сам шкив электродвигателя идет ну простой и здесь на маховом колесе тоже ну стоит простой незубчатый ремень чему то есть это все приводит давайте продемонстрирует понимаете ну по этой машине что делать то есть по этой машине делалось но игольная пластина была под разбита да то есть сама ну игла была смещена настолько что она просто била то есть сам челнок пришлось шлифовать игольную пластины шлифовать челнок выставлять иголку по плоскости по высоте потому что ну то есть она ударилась в игольную пластина соответственно сместилась поднялась вверх то есть я подвину в основном все это регулируется да то есть но опять же то есть вот регулировка по плоскости здесь вот смотрите вот отличие да то есть это все вот уже нам и он показывал теперь смотрите здесь видите то есть это в корпусе вытачка вот этого зигзага у нас идет в самом корпусе понимаете то есть и когда то есть железяка по железяке туда ходит железяка то есть но стирается да то есть приходится просто брать молоток и лупать идет сюда чтобы как-то нового самый глава водитель у нас как-то сам не болтался так вот почему плохо вот такой вот ремень и опять же такой ремень опять же встречается на барнетах на астролюксах для не понимаю то есть чему это все приводит так ну давайте тут сеть и включим да то есть лампочка перегорела пока меняли здесь лампочку то есть два раза вырубилась электричество то есть по всей мастерской так вот смотрите то есть еще когда я полез в эту машину да то есть но я предпочитаю что ну вот не принесли швейную машину в ремонт да то есть и я не знаю какой мастер до меня здесь лазил да то есть и вообще был ли мастер то есть я предпочитаю швейной машине проводить полную диагностику виза везде залезть везде посмотреть потому что то есть ног ну во первых то есть не интересно во вторых то есть но я даю гарантию то есть проблема этой машины было то есть когда я то начал с ней разбираться то есть это когда я беру маховое колесо нажимаю на педаль то есть а машина то есть ну не работает то есть здесь пришлось менять щетки электродвигателя здесь идет двигатель разборной старый двигатель и он разборной но смотрите вот в чем проблема то есть вот обратите внимание вот сюда вот у нас вот такой вот ремень да вот у нас шкив электродвигатель вот я зажимаю маховое колесо рукой и видите проскальзывает какие толстые материалы это может шейная машина обрабатывать вот какие если вот может она что-то и может обрабатывать я не знаю но из-за этого вот его я эту машину назвать швейной ну нормальной швейной машины которые то есть но вы сможете то есть там те же самые джинсы подшить да то есть вот я бы но это будет вы будете вручную подшивать шин сюда то есть вроде как машина электрическая но чтобы подшить джинсы на ней надо вот так вот как там надо помогать да и это при том что я ну ремень то есть замаслился его спиртом протер натяжение ремня увеличил то есть а все равно вот такая вот фигня сказать что это хорошая швейная машина brother ps33 я не могу больше больше тройки то есть но вот и по 5 бальные то есть но вот никак вот я вот как мастер по ремонту швейной техники то есть к покупке такую швейную машину на вторичном рынке до 3 которых когда вы там будете их смотреть я такую машину не рекомендую да то есть но но это реально то есть те же самые чайки называли белошвейками потому что то есть но они не очень справлялись плотными материалами ребята то есть вот если вы хотите реально белошвейку да то есть толще постельно у вас машина будет тупить да вот белошвейка нарядная то есть симпатичная brother япония да хотя вот по поводу японии вот у нас этикетка brother вот у нас фирма вот у нас потребляемая мощность 75 вольтаж мощная да то есть вот все брозера идут китайской сборки и понимаете то есть даже вот если вы то есть на этой этикетке обязательно должна быть указана сторона производителя если такой этикетки нет это означает что китайцы сделали и сами постеснялись короче то есть ну сказать что они ну да ну это мы если на этикетке неважно какой фирмы вы не видите страну производителя то есть вот воздержитесь от китайцами потому что то есть по ходу китайцам самим стыдно ты за такие вещи на этом я хотел бы закончить этот ролик пожелать вам всего доброго и старайтесь качественно подходить и более дотошно подходить к выбору новой и бушной швейной техники всего доброго